и абхаза это тоже грузины то что сегодня есть оккупированная грузинская территория и там есть отдельный народ который сегодня ассоциируется с абхазами это не меняет положение дел абхазы в своей основе это это грузин это не те абхазы которые сейчас которых сейчас именуют абхазами который считается одним из черкесских народов на самом деле это не абхазы абхазы это грузин и так территория которая сейчас оккупирована именно россии это оккупированная часть грузии в настоящее время одна часть абхазов исповедует христианство а другая часть ислам но у абхазов своя религия и боги абхазское язычество изучается местными и иностранными учеными которые сходятся во мнении что в религии абхазов сохранились пережитки архаического мышления человека а также следы влияния монотеистических вера и исповеданий абхазы язычники последователи абхазской религии в первую очередь почитают верховного бога ансва а затем бога железа и покровителя кузничного ремесла шашвы праздника жирных в связан с поклонением богу шашвы праздника жирных в абхазы совершают жертвоприношения и молятся перед богом шашвы в религии абхазов семь святилищ дэдрыбшныха лыхныха лдзаныха и налкуба адагуаныха лошкендар и еларныха в этих святилищах поставлены жрецы которые проводят языческие моления абхазские святилища почитаются большинством этнических абхазов представляем отрывки из лекции этнолога кавказоведа анны ильиничны брайдо что является уникальной чертой абхазской веры вот уникальная черта абхазской веры это то что в абхазии одновременно сосуществуют и традиционная вера и ислам и христианство и наши аныха паевы в храм ходят вот вы знаете лыхныха и лыхненский храм лыхныха это же вот такой как бы стеночка она прямо вот непосредственно из стены лыхненского храма именно это место как бы вот считается локализация лыхныха и когда там это святейший фамилия шакрыловцев когда они там собираются на свое моление то как правило после как правило после этого они все идут в храм тоже ставят свечки тоже молятся они делают различие и вы прекрасно знаете что наши и православные священники и молы и посещают моления в святилище другое дело что там они себя ведут как гости то есть если положим священник пришел в храм в святилище он там гость он рядовой молильщик это то же самое вот у зауру чич по нашему данных и пау дыдрыпшных я у него спрашивала специально мне хотелось понять разницу то есть он свете служитель дыдрыпшных но он как член своей семьи бажира ныха принимает участие каждый год и я спросил вот сейчас он своей семье он вот этой вот молений в кузне он выступает главным молельщиком а до этого потому что он старше уже в семье стал а до этого он был уже аныха паев но вы в семье был жив его отец и молельщиком бажира ныха был отец а он хоть он и аныха паев на этом молении он был рядовым молельщиком то есть это все таки вот на самом деле вот анныха это немножко отдельный культ вот наша анныха и вот наши богов пантеона это вот по моим подсчетам вот в абхазском традиционной вере вот пять как минимум пять четко вот таких вот древних вер сплетены вот но потом да кстати ну а заур чизба тоже когда мы садились за столом так это между делом сказал аллах упомянул когда мы садились он там аллах благослови вот вот и тут же он поднял тост и сказал ансфалу ахан на самом деле все это очень вот это действительно уникальнейшие черта я бы сказал что это та черта с которой надо взять пример вообще всему миру и мне очень больно что даже опять же в фейсбуке какие-то агрессия такая появляется такая безапелляционность да никогда да ни один абхаз да ни одного бога не знал кто-то пишет но недалекие люди но они говорят с таким абхомбом да никогда да я один дешевле я просто стараюсь не вступать в эти споры потому что ну вот валяя глуптогня берешься сразу это точно но где такие случаи хочется спросить если не было других богов кроме ансфа то вообще приходилось ли тебе слышать слово ахахатса и знаешь ли ты вообще этимологии этого слова если такой абхазийский абхаз ну для кати объясню что ахахатса афы это гром бог громовержец перун русский ахахатса это мужчина причем афы плюс еще есть что значит ажир ныхва и где молятся абхазы перед богом шашвы ажир ныхва что значит ажир ныхва это ажир это кузне святилище кузне и вот это вот моление на ажир ныха но всегда происходит как вы знаете в кузне в усадь и в кузне и это от того что именно у абхазов был и вот до сих пор вот в этом выражается почитание бога кузне и шашвы которые там происходят представляем отрывок из документального фильма а ныха где показано как в праздник ажир ныхва абхазы совершают жертвоприношения и молятся перед богом шашвы ажир ныхвы ажир нынга обрей и каком он хайк обзара барбатов и рыгает обзарал рицо веру ажир ныхва был и тут вы видите ажир ныха на обзар ажир и ныха и нечастливый ажир нын嘴 все това Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Почему в Абхазии трудно сказать, какой бог выше или какое святилище сильнее? Почему еще в Абхазии трудно говорить, какой бог выше и неправильно говорить, какое святилище самое высокое? Все святилища, они все родовые. Другое дело, что какие-то считаются особо сильные, куда приходят и из других родов. А так для человека и рода его родовое святилище самое сильное. Все святилища, они родовые. То же самое для тех Абхазов, кто жили на берегу моря и занимались пиратством, рыболовством, они больше почитали божества моря. Те Абхазы, которые жили в горах, в лесах, они почитали бога, ажвеевша и тому подобное. И при этом все друг с другом, никто не ссорился, не выяснял, чей бог лучше и чей бог старше. Аныха – языческое святилище Абхазов. Почему люди стали стесняться того, что они язычники? То есть это по-русски называется обед, по-абхазски – курбан. Называется, кстати, курбан тоже ислам. Нет, 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 и не курбан – это не то совсем. Курбан – это не связано с аныхой. Аныха – это все-таки языческое святилище. Аныха – языческое святилище, но языческие обряды в Абхазии, когда совершают вот эти вот обеды, и называют без того. Ана – языческое святилище. Ана – слава – первый раз слышала. Ана – что вы на мусульманской семье, поэтому вы на слышали? Ана – ну, во-первых, я говорю, о моей мусульманской семье я ничего мусульманского не слышала. Ана – если бы я и не знала, что она мусульманская. Акроме того, что за 20 лет в Абхазии я много чего знаю. Я так много говорю, что трудно представить, как много я слушала. Так что, во-первых, с этой ситуацией они пришли, чтобы с них снял Заур проклятие, а Заур сказал, я не могу с вас снять проклятие, потому что проклятия не было. Это во-первых. Во-вторых, кто вы такие, чего вы представляете? Заур решил на себя ответственность не брать, он пошел в Совет Старейшин, Павел Хаджаратович еще был, он им сказал вот так и так, Совет Старейшин сказал, кто они такие, до свидания, ребята. Правильно. Но армяне тоже приходили, и он проводил моление. И русские приходили. Вот у Крылова в книжке написано. Можно вопрос? Вот по поводу богов, да, вот Абхазы все знают, богов уважительно относятся. Да почему концепция промонотеизма такая популярная в народе стала? Хотя они все уважительно относятся ко всем нашим богам. Да это знаю, это потому... Да потому не только правительство приняло, а весь народ принял эту концепцию. Народ вообще на самом деле ничего не принимал. Дело в том, что тут, знаешь, два момента, которые имеют очень малое отношение к науке, и к религии тем более. Дело в том, что тут очень много политики. Понимаешь, во время войны сначала грузины ставили так вопрос, что мы, передовой христианский отряд, боремся с передовым отрядом исламского гундаментализма, Абхазами. Все Абхазы мусульмане. Поэтому во время войны в цели пропаганды Абхазы были вынуждены, при всяком удобном случае, педалировать на то, что они с древнейшего вреда христиане. Был такой перекос. А потом, уже вот после войны, когда вот этот момент был снят, пошла другая какая-то вот уже, причем во всем мире это уже отжило, а до нас только, как говорится, доползло, как всегда. Когда уровень цивилизованности народа стали мерить уровнем принятия христианства, и люди стали стесняться того, что они язычники. Вот понимаешь, в том, что он разградает, этот реликтовый прамонотеизм, вообще этот прамонотеизм, его ищут по всему миру уже 200 лет и нигде не нашли. Потому что где его не найдут, Крылов, он и филоповед вообще-то изначально. Почему-то все африканисты, у них к этому прамонотеизму какая-то слабость. Они его ищут по всему миру, и везде, где они не найдут, вот он, прамонотеизм, по которому выясняется, что это все-таки не моно, а просто верховный бог. Потому что монотеизм, он в принципе в человеческой природе несвойственен. Я не знаю, откуда берутся боги на небе, я знаю, откуда боги берутся на земле, откуда человек берет себе, придумывает богу. Человек обрештляет то, что он видит. И совершенно естественно, что если есть солнце, море, то человек сначала обрештляет все это вокруг. И только потом, когда уже действительно происходит определенное развитие общества, ведь самая монотеистическая религия на земле – еврейская, иудаизм. И то в ней очень много языческого осталось. Хотя евреи дал случай, что им не скрывать, что они раньше были язычниками, потому как Моисей прогулялся на горсина. То есть все народы были язычники. На определенный момент они действительно пришли к монотеизму. Кто-то пришел, кто-то не пришел. Позвольте все-таки, у нас все-таки традиционная абхазская религия не является языческой религией. Мы не действующие. Это все-таки монотеистическая религия, это вера в единого Бога. Это абсолютно точно. Вера в единого Бога отрицает наличие других Богов. А у нас-то, по-моему, это не все. Нет, нет, нет. Я очень, не только я, еще токарев, великий наш, но и новый токарев. Имеется в виду, я так понимаю, Ашвейбша. Ну да, это уже не стройный монотеист. Это не Бог, это ангелы. Это очень четко в абхазском языке прослеживается. Именно вера в единого Всевышнего Бога. А все остальное это архангелы. И это полностью соответствует, кстати, и иудейской версии, и православной, и христианской, и любой другой версии. Вообще, Веслан, даже если взять классическое обладоведение, науны, пари, и всех, как говорится, корифеев, даже они, до такой глупости, как монотеизм, договаривались, они считают, что Ашвейбша – это верховный Бог пантеона. Что с течением времени, вот с объединением, вот эти вот самые сильные Боги пантеона, Ашвейбша, Шашвы, Афы, вот как бы их какие-то общие черты слились и образовали. Вот понадобился, когда появились земные цари, то и на небе появился царь. И вот, значит, Бог Ашвейбша, он как бы явился воплощением, вот, собирательным образом, вот эти, так он появился. То есть, вот этот вот правомонотеизм – это чисто крыловская штучка. Человеку надо было защитить докторство. Он придумал фишку. Но я не думаю, что крылов разбирался больше, чем и надо. Это проглядывает, что есть что. Ашвейбша – это все. Ашвейбша – это все. Правильно же? Агайинсохудукоп, ашхайинсохудукоп. Уртрыхидзква адзам. Захдзыг и дзазыку. Ямхазгеку. Агайинсохуд, ашхайинсохуд. Вот Ага-Инхоль считается, что ампара-ирту. Понимаете, там тоже есть такое разделение. А абхазский бог, как наши ученые пишут, и бжания вот у него есть, и налыпа, он семидолен. Вот если у православных отец-сын, отец-бог, отец-сын и святой дух, у абхазов он семидолен. Это Ажепша, это Жабран, это Джабран, это Анафанага, это Айта, нет, она... Подождите, Анафан, Амза и Амра. Вот Амра это божество женщин, а Амза это божество мужчин. Вот Ажепша... Но ведь Амцва в абхазском языке и с маленькими пишется. И значит просто бог. Ведь Амцва это же не имя бога. У всех богов пантеона есть имена, и только у одного Амцва нет имени. А потом нет, вы посмотрите, еще наши ученые не разобрались в том, что Амцва это множественное число ведь. Амцва, боги. Понимаете? Это потом суффикс отаменел в языке, и мы воспринимаем его, это слово как будто оно в единственном числе. А на самом деле... Афу тоже возьмите, я совсем недавно вот подумала об этом. У нас же есть Аф-Раша, там Р показатель множественного числа, а не Аф-Яша. А? И кстати, вот эта вот песня в честь Афы, если посмотрите, она и в честь Афы, и в честь Амцва, в разных вариантах Афы и Амцва взаимодополняются. В общем, есть что исследовать. Что исследовать есть? Есть что исследовать его. Надо просто Анахапару позвать пригласить на лекцию. Единственное, что можно четко сказать, что моноприизм это единый бог. Если сказать, что абхазов моноприизм, что бог один, то тем самым мы, как говорится, не замечаем всех остальных богов и духов, и душ предков, которые живут на земле Абхазии и эту землю хранят. И царицу земли, и духов в горы, и духов в перевалах. На международном уровне признано, что в 1992-1993 годах в Абхазии грузины подверглись этнической чистке. Грузинское население было истреблено и уничтожено. Из Абхазии были изгнаны грузины, которые составляли примерно 45% населения Абхазской автономной республики. Вскоре после истребления и изгнания грузин из Абхазии, в домах грузин начали селиться посторонние лица. Начался процесс распределения трофейного имущества. Одна часть абхазов и добровольцев из конфедерации горских народов Кавказа присвоила дома и земельные участки, принадлежавшие грузинскому населению до проведения этнических чисток. Они и по сей день продолжают пользоваться присвоенным имуществом и живут в домах, захваченных у грузин. После истребления и изгнания грузин из Абхазии, одна часть абхазских сепаратистов поставила перед собой задачу стереть всякий грузинский след в Абхазии. Под угрозой оказались памятники грузинского культурного наследия, которые находились на территории Абхазской автономной республики и подтверждали многовековое проживание картвельского, грузинского населения в Абхазии. По сей день вся Абхазия усеяна грузиноязычными памятниками материальной культуры, но грузинская сторона лишена возможности заботиться о сохранении и восстановлении памятников грузинского культурного наследия в Абхазии. Абхазская сторона не допускает грузинских специалистов к памятникам грузинской материальной культуры, расположенным на территории Абхазии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Следует подчеркнуть то обстоятельство, что в Западной Грузии древнейшие грузиноязычные надписи обнаружены не в Эмерете, Гурии, Аджарии или Мегрели, а именно в Абхазии и в частности в Гудаутском муниципалитете на Агарем Сикхуа. Именно там обнаружено множество калипторов с грузинскими надписями на антефиксах. Надписями Сикхуа датируются IX-X веками. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По сей день вся Абхазия усеяна грузиноязычными памятниками материальной культуры, но сами носители этого языка были изгнаны из Абхазии. Сегодня в Абхазии грузиноязычное население подвергается дискриминации, по национальному признаку, а грузинский язык находится под фактическим запретом. Субтитры создавал DimaTorzok Из Абхазии было изгнано около 250 тысяч грузин и сегодня важнейшей задачей является возвращение грузинских беженцев в Абхазию. Но в домах грузин поселились посторонние лица, которые не пускают хозяев в свои дома. Сегодня в Абхазию не пускают граждан Грузии и даже граждан Российской Федерации с грузинскими фамилиями. Они тоже лишены возможности не только восстановить право на частную собственность, но и посетить могилы родителей и родственников. Та часть грузинского населения, которая там осталась, подвергается дискриминации по национальному признаку и живет в политических и социальных условиях, унижающих человеческое достоинство. На оккупированной территории были закрыты грузинские школы и сегодня местное грузинское население не имеет возможности получать образование на родном языке. Сепаратистская часть абхазов добилась того, что отменили грузиноязычное обучение в школах и высших учебных заведениях, а грузинский язык в Абхазии до сих пор находится под фактическим запретом. В Сухуми два человека на улице не могут говорить по-грузински. Грузины они или нет, не столь важно. На улицах Сухуми могут жестоко расправиться с прохожим только за то, что он разговаривает по-грузински. В Абхазии были приняты меры по искоренению грузинского языка из общественной жизни и с каждым годом сужается ареал распространения грузинского языка. В ряде случаев абхазская сторона предоставляет грузинам возможность приехать в Абхазию с кратким визитом. Но для этого им будут поставлены условия. Самое первое условие, которое обязаны выполнить грузины, приезжающие в Абхазию, это такое условие, которое во многом подразумевает унижение человеческого достоинства и чести грузина. Первое условие – это то, что грузин, приехавший в Абхазию, не должен говорить по-грузински. Это обязательное условие, которое абхазы ставят перед грузинами. Ненависть одной части абхазов к грузинскому языку доходит до того, что в ряде случаев, если абхазы заподозрят, что какое-либо абхазское слово имеет картвельское происхождение или заимствовано из грузинского литературного языка, то они могут отказаться от использования этого слова и заменить его другим словом. Бывают случаи, когда одна часть абхазов, придерживаясь радикальной сепаратистской идеологии, полностью отрицает картвельский элемент в истории Абхазии и в жизни абхазов. Наряду с фальсификацией историографической науки предпринимаются шаги по стиранию следов влияния грузинского языка на абхазский язык. С этой целью одна часть абхазов отказывается использовать ряд абхазских слов, которые были заимствованы из грузинского языка. На протяжении многих веков грузинский язык, имеющий богатую, 15-ти вековую литературную традицию, служил письменным языком высшего сословия Абхазии, письменным языком абхазских князей и дворян. Соответственно, лексические заимствования из грузинского языка в абхазский язык были результатом естественного лингвистического процесса. Но сегодня, исходя из ненависти к грузинскому языку, радикальная часть абхазского общества всячески пытается отвергнуть все грузинское. Известный этнолог Кавказовет Анна Иллинична Брайдо ведет научные исследования в области этнологии абхазского народа. Она изучила древние корни абхазской культуры и абхазской религии, смогла раскрыть ментальные особенности абхазского народа. Брайдо провела объемную работу по научному изучению важнейших вопросов абсуара и представила свою классификацию по системе статусов в абсуара. В Сухуми Брайдо читает лекции по различным вопросам этнологии абхазского народа, в том числе и по теме абсуара. Представляем отрывок из лекции на тему абсуара, где Брайдо использовала слово «ацас» для обозначения правил и обычаев в абсуара. За этим последовала дискуссия, так как в абхазском слове «ацас» заподозрили заимствование из грузинского языка. Хотя Брайдо заявила, что взяла это слово как термин, но на лекции ей предложили заменить термин «ацас» и вместо него позаимствовать соответствующее слово из адыгского языка. Поэтому я сомневаюсь, что можно делать вписанную абсуара. Вы видите, как меняется, вот на примере поцелуй за занавесом, как меняется? Что брать вписанную абсуару? Обряд свадебный 853 года или современный? Я, честно говоря, предлагаю другой вариант. Вот я вам обещала сказать ключ. Вот, наверное, в каждой ситуации, в каждой, когда возникает вопрос, нужно исходить из того, что это явление, вот так же как абсуара, как вся наша жизнь, она состоит из души, из тела, из аунаса, из отца, из того, зачем мы это делаем, и из того, как мы это делаем. И если у нас возникает необходимость что-то сделать, о чем в абсуара не было, или мы просто не знаем, надо просто, зная вообще, в принципе, систему ценностей абсуара, исходя из нее, что требует абсуара в данном случае, положим. Абсуар требует быть человечным. Значит, в данном случае, вот этот случай не предусмотрен, я его не читала на графе и не слышала даже от кого-то. Но если вот этим ключом смотреть, вот берем аунас, вычисляем часть аунас, что, зачем, мотив, смысл этого действия, и тут же каждый сам пытается как-то сам или с семьей, или с друзьями найти именно наиболее подходящие способы воплощения вот этого смысла, вот этого мотива в жизни. Конечно, какие-то этикетные вещи, общие этикетные, как почитание истований, конечно, останутся, но абсуара, она создавалась в прошлые века, в сельские века. Я рассказывала вам, как это, как припарковать машину по абсуару, или как заниматься бизнесом по абсуару. То есть то, что было не предусмотрено в абсуару, так и происходило, на самом деле, в течение веков. И то же самое надо делать и нам, просто раньше это все жили скучно, и это происходило так вот как бы само собой. На автомате? Да, на автомате, естественным процессом. Нам, к сожалению, вот сейчас вот надо над этим как-то сознательно работать, трудиться. Какую-то вот грамматику. Ну вот это вот, ну вот, может быть, очень-очень, какой-то вот такая вот шпаргалочка, грамматика эта. Простите, пожалуйста, я не была сначала. Атсас как бы обычай, обычай. Акяпс что такое? Да. Акяпс это то же самое, совсем обычай. Акяпс это, в общем, это тоже обычай, но я взяла как термин именно Атсас, потому что Акяпс это все-таки адыкс. Вы знаете, здесь с грузинами у нас будет оспаривание слова Атсас, у них Цеси, это слово, наверное, у нас заимствованное, и это надо хорошо проверить. Поэтому Саша прав, наверное, Акяпс. Акяпс это Акяпс это Акяпс, а Адыды Хаупс. Но у них система такая же. У них система на самом деле такая же. Хотя у них этим занимался в Газухову, в Газухову немного другая система.